Это забор трансплантата, дефект, который появился на зондонорской зоне, ушитие, губка, деэпитализация, здесь даже кусочек жира получился на этом трансплантате. Мы его чистили, деэпитализировали и фиксация к деэпитализированным хирургическим сосочкам узловыми швами, фиксация слизно-косичного лоскута в новом положении, а вот это через год. Слизно-косичный лоскут находится на том месте, где мы его зафиксировали, на границе цементно-эмального соединения. Вот он. Вот этот уже абразивный дефект, это уже дефект в области эмали. Ну, я думаю, что не требует реставрации, поскольку этот зуб подлежит покрытию его коронкой. В общем, мы на этом тоже с пациенткой определили, что адонтопластику, наверное, не имеет смысла здесь делать, но эстетически будет некрасиво, он окрашен, он ранее допульпирован методом определенным, его надо уже перекрывать просто ортопедической какой-то конструкцией. Но наличие прикрепленной десны более трех миллиметров говорит о том, что наше вмешательство успешно, рецидива не должно здесь быть, но его и нет. Я видела не так давно пациентку, она немножко выпала со своими физическими тоже детскими вопросами. так что у нее, в общем-то, все хорошо, кроме того, что она пока, к сожалению, не заместила зону адентии. Кроме гигиены. Ну, да, гигиены тоже. Ну, вот ее исходное положение и то, что у нее произошло спустя год. А пояску сверху закладывается? Нет. Значит, введение после операционного периода в фармакологическом я назначаю всегда противоотечный препарат Дзертек. Как? Как? Утро вечера. Один раз в сутки он принимается, одна таблетка, да. Охранительный режим, питание, диету, индивидуальную гигиену два дня только антисептиком с ватной палочкой, потом мягкую зубную щетку на две недели в области операции все зубы остальные чистим, ирригатор две недели не использует пациент, да, ну, чтобы не травмировать ничего. Снижение артикуляционной мышечной активности, питание не раздражающей пищи. Антибиотики и кортикостероиды не назначаются в этих операциях. Астероиды будут расходить? Только как обезболивающий препарат. Нарофен, найс, немесил. Ну, конечно, там болит, потому что и донорская зона болит, и болит. Зона операции и расщепленные ткани болят, и, само собой, это хирургическое вмешательство. Но обычно два-три дня, как только отек начинает спадать, сразу болезненные ощущения начинают мименизироваться. Но есть, конечно, какие-то очень индивидуальные особенности у пациентов, но в основном они быстро проходят все это. В поведении антисептик, любой препарат, кератопластический, гели с антисептиками, которые вы пользуетесь, да, метронидозол, метрогил, дента не применяется, потому что это антибактериальное средство противовоспалительное, которое может, да, нанести вред. Вот единственный препарат, который мы не применяем при таких вмешательствах. А если, к примеру, мы все взяли, все сделали, все хорошо, а потом, к примеру, в течение времени пришел к пациентам, например, кровотечение с неба. Даже так. А почему у вас с неба кровить? Надо проанализировать. Есть два типа кровотечения. Первичное и отсроченное более суток, да? Да. Вот в зависимости от этого ваша тактика будет. Если у вас отсроченное кровотечение, значит, вы должны поинтересоваться у пациента его состоянием, в принципе, формулой крови, да, и так далее. Ну, конечно, наложить еще раз гемостатическую губку и ушить. Так. Если это первичное кровотечение в полости рта во время операции, то, скорее всего, что вы повредили где-то сосудистонервный пучок, ничего страшного не произошло, не надо звонить челюстно-лицевой хирургии, вести пациента на скорой никуда, вы накладываете на сосудистонервный печок, выделяете его, накладываете лигатуру, просто обычную кедру там, вы утягиваете, и все у вас останавливается. Главное очень хорошо высушить, чтобы ассистент затомпонировал, чтобы вы посмотрели, где у вас пульсация идет. И чуть ниже этой пульсации просто сразу пройдите до надкосницы и затяните шов. Ну, есть техника наложения просто вот этот сутур на сосуды. Ну, в общем, можно что-то такое долго рассасывать? Можно такое, но там на сутки кедру-то достаточно. Первый вкол делается в медиальный сосочек вестибулярно, слизистый надкосничный лоскут. Вкол номер один. Игла проходит через межзубной сосочек. Она прокалывает слизистый надкосничный лоскут. И выходит нёбно. Вот я вам пометила какое-то средство. Это сагиталь у вас получается. Это нёбная поверхность, это вестибулярная. Делает отбитие ниточка вокруг зуба. Приходит к другому межзубному сосочку. Делается вкол мёбно. Выходит вестибулярно. Это получается два, три. Выкол четыре. Вход слизистый надкосничный лоскут пять. Петелька на лоскуте. Вкол слизистый надкосничный лоскут шестой. Выход на нёба. Обвитие вокруг зуба. И седьмой вкол в нёбный сосочек межзубной. Выходим на вестибулярную поверхность, не прокалывая. И вот здесь вот происходит утягивание и завязывание шва. Получается, когда мы вращаемся, мы дырку не делаем здесь. Мы только межзубная поверхность. Да, у вас межзубная пространство иголочка выходит. И за счёт этого получается, что вот… Здесь один вкол, а там два. Да. Вот эта ниточка, она выходит и прямо направляет вот эту вершину сосочка хирургического коронально и укладывает его. В этом именно смысл, чтобы не прокалывать. Иначе они вот так вот, как щётка встают все вот эти вот кусочки десны. Потом просто и снова… Рецессия будет устранена, не будет некрасиво. Тут вопрос только вот уже об этом идёт. При устранении одиночных рецессий мы сталкиваемся с такими одиночными рецессиями, как щелевидные узкие рецессии первого, второго или третьего класса. И при наличии достаточной зоны латеральной кератинизированной десны не менее 6 мм, предлагается применить технику латерального смещения или латерального перемещения десны. Метод разработанный порядка 50 лет назад. Несколько авторов по нему, по источникам указывается. Он где-то более 50 лет применялся. Он как-то сначала забывался, потом опять доставался из истоков и так далее. У него есть различные какие-то свои плюсы и минусы. его узкое применение, но клинически очень оправдано, потому что зачастую не требует никаких сложных, никаких каких-то двухэтапных методик, когда щелевидную рецессию можно устранить в одной операции. Противопоказания – это четвертый класс рецессии, соответственно, да, потому что там не выполнить просто технически эту работу. Можно, пожалуйста. И отсутствие прикрепленной десны латеральной рецессии либо с медиальной, либо с дистальной поверхностью от зубов абсолютно не имеет никакого значения, с какой поверхности будет. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор – Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот. И могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. Или сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? То есть она сказала, а я ничем другим кроме этих материалов не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов и спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даша? Я так понимаю, что у нее сегодня боевое крещение, да? Вот. Но во всяком случае спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Ну да. Поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте. Меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне, Алексей Николаевич. Мастер-класс прошел замечательно. Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам. Приходите, не пожалеете. Все было хорошо. На высшем уровне.